Продолжение следует... Здравствуйте, девочки и мальчики. Приглашаем вас послушать сказки французского писателя Клода Авелина. Его сказки очень любят французские дети. Особенно сказки про коня, который хотел стать деревянным, и про озорного блошонка. Впрочем, вы узнаете обо всем сами. Слушайте, пожалуйста. Конь Бланка, который хотел стать деревянным, от нечерпения бьет копытом. Здравствуйте, ребята, большие и маленькие. Меня зовут Бланко. Я белый конь. Во Франции, где я живу, всех белых коней называют Бланко. А у вас в России таких коней зовут Сивка. Я конь полковника. Полк, которым он командует, называется пехотой. А пехота ходит пешком, даже офицеры. И только полковник пешком не ходит. Каждое утро... Солдаты стоят по команде Смирно и отдают честь нам с полковником. А полковник на мне объезжает строй. Бланко! Йоу! Рысью! Йоу! Молодец! Голоп! Йоу! Лишний молодец! Вот тебе кусок сахара. Йоу! Вот еще один получай. Скачи обратно! Йоу! Вот так и бывает каждое утро. Но однажды казарму посетил генерал на рыжем коне. Конь сразу заметил меня. Йоу! Здорово! Здорово! Давай знакомиться. Давай! Я рыжий конь генерала. Меня зовут Йоу! Рыжик. Йоу! А я белый конь полковника. Меня зовут Бланко. Бланко. Да. Это моя конюшня. Хочешь овса, воды? Да. Угощайся. Будь как дома. Ох, а у тебя неплохо. Йоу! Конюшня красивая, подстилка хорошая. И овса в волю на обед. И даже солдат за тобой ухаживают. Йоу! Да, это все так. Только ты знаешь, мне очень одиноко по вечерам. Не с кем словом перемолвиться. Да, и мысли в голову лезут разные. А что такое казарма? А что такое солдат? Полковник? А что такое лошадь? Йоу, дурачок. Неужели ты не знаешь, что все мы игрушки? Игрушки? Да. Только мы плохо получились на фабрике. И дети не хотят с нами играть. Вот мы и живем теперь, как придется. Йоу! Неужели это правда? Ты шутишь? Йоу! Нисколько не шучу. Но я Рыжику не поверил. Однажды мы с полковником скакали мимо магазина игрушек. Папа, дети толпились у витринок. Ну, папа, смотри, какие оловянные солдати. И куклы в разноцветных платьицах. И пушки с ядрами, барабаны, трубы. Ну, купи мне такую. А вот деревянные лошадки. Я хочу лошадку, хочу лошадку. Йоу! Дети, посмотрите лучше на меня. Странно, никто даже не оглянулся. Может быть, Рыжий Конь был прав. Может быть, мы всего-навсего плохие игрушки. И дети на нас и глядеть-то не хотят. Планко! Йоу! Постой немного здесь, у витрины. Я привяжу тебя. Йоу! И скоро вернусь. Так вот они, какие удачные лошадки. У них у всех крупные круглые яблоки на боках. А под ногами дощечка с колесиками. Ну, ничего, я что-нибудь придумаю. Йоу! Все будет по-другому. Йоу! Только бы поскорее наступила ночь. И куда только подевался мой полковник. Планко! Поскакали домой в казарму. Йоу! Придумал. У нас в казарме есть красильня. Чтобы красить лавки и столы. Там стоят бочки с краской. Слева желтая, а справа синяя. Йоу! Вот уж и ночь на дворе. Все солдаты в казарме, кажется, уснули. А дверь конюшни не заперта. Пойду-ка я к бочкам. Так, вот они. Макну хвост в желтую краску. И хлоп по левому боку. Хлоп по правому. Вот я и в желтых пятнышках, как в веснушках. Теперь макну хвост в синюю краску. И хлоп по бокам. Вот и синие яблоки. Ой, в зеркало бы посмотреться. А вот и дощечка с колечками. Это автокар посреди двора. Ну, вы, наверное, видели такие на вокзале. На них подвозят к поезду тюки и чемоданы пассажиров. Влезу-ка я на автокар. Ну, чем я теперь не удался. Буду стоять так до утра. Ах, дети, знали бы вы, что было дальше. Наступило утро, во двор выбежали солдаты. Смотрите, смотрите на Бланка. Он влез на автокар. Бланка, слезай, слезай, Бланка. Смотрите, да он весь в краску. И стоит, как игрушка. Ну, кажется, теперь я нравлюсь. Здесь даже больше народу, чем у витрины игрушечного магазина. А вот и полковник идёт. Смирно! Это ещё что такое? Бланка, сюда. Бланка, сахар. Мерси, спасибо. Что за шутки? Кто его выкрасил? Ну, хорошо. Накажу всех. Ой, ну, это уж слишком. Я чуть с сахаром не подавился. Надо так нравиться, чтобы никого не наказывали. Ах, что же мне ещё придумать, чтобы дети полюбили меня? А-а-а! Знаю! На самой большой площади нашего города стоит конь из бронзы. Очень красивый, благородный. Он встал на дыбы, как при пушечном выстреле. Родители, гуляя с детьми, всегда показывают им на эту статую. Это ещё одна удачная игрушка. Дети глядят на неё во все глаза. Но ведь неважно, из чего ты сделан, из бронзы или из дерева. Главное, нравится малышам. Ладно, ладно, посмотрим ещё, что будет. И вот я стал тренироваться. Плечерам в конюшне подражал бронзовой лошади. Встать надо бы легко, но долго держаться так трудно. Ох, как трудно! Неделя шла за неделей, месяц за месяцем. И вот, однажды утро... Сверхно! Полковник, как всегда, объезжал строй. И вдруг я встал на дыбы и замер. Перестань, перестань дурачиться. Спокойно, 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 опустись. Не опущусь, я конная статуя. Ну-ну-ну, вот сахар. И-о-о, за сахар спасибо, и всё равно не опущусь. А я тебя хлыстиком. Вот, тебе получай. И-о-о! А вот ты посильнее. И-о-о! Ой, хочешь нравиться, терпи. А вот тебе шпоры, бездельник. И-о-о! Ой, больно! Больно не могу больше. Всё, всё, я не конная статуя. Я, я конь полковника. Опускаюсь. И-о-о! Ой, я сумел понравиться, но, увы, ненадолго. М-м-м, что же ещё сделать, чтобы дети меня полюбили? На самой большой площади нашего города открылась ярмарка. У подножия иконной статуи построили карусель с деревянными лошадками, пёстрыми лампочками и флажками, восхитительной музыкой. В тысячу раз лучше барабанного боя. Однажды мы с полковником очутились возле карусели. И-о-о! Ой, сколько тут детей! Вот тут-то меня полюбят! Раз, два, прыг, и-о-о! Смотрите, смотрите на круте! А на ней настоящая лошадь! А на лошади настоящий полковник! А, слава лошадь! И-о-о! Эй, лошадки гнедые, вороны, серые! Как вы думаете, я нравлюсь детям? И-о-о! Конечно! Но ведь не меньше вас! И-о-о! И-о-о! Гораздо больше! Значит, я самый-самый счастливый конь на земле! Сейчас же остановите карусель! Немедленно! И-о-о! Ну, погоди же! Скачи в казарму! Избавлюсь я от тебя! Ты бешеный! Попробуем продать тебе цирку на ярмарке! И-о-о! Вот и наступила моя последняя ночь в конюшне полка! А что такое цирк? Что ждет меня впереди? Ах, я самый несчастный конь на земле! Детям я не нравлюсь! Да и полковник меня прогоняет! Ну, как тут не плакать? Но ведь рыжий конь говорил, что полковники такие же игрушки, как и мы! Наверное, неудачные, плохие игрушки не любят друг друга! А вот и цирк! Где тут можно видеть директора? Это я! Здравствуйте! Что вам угодно? Не хотите ли купить у нас лошадь? Ха! Лошадь? А что она умеет делать? О! Все на свете! Ну-ка, Бланка! И-о! Встань на дыбы! И-о-о! А сколько стоит эта лошадь? Пятьдесят франков! О! Хорошо! Получай пятьдесят франков, я беру эту лошадь! Прощай, Бланка! И-о! Будь счастлив, не поминай лихом! И-о! Прощай! Не забывай меня! Пошли, пошли! Чудесный конь! И-о! Чудесный конь! Вот тебе, Бланко, лучшее место под нашим навесом! А это познакомься, твоя наездница, маду-мазель Рита! Здравствуй, Бланко! Будем знакомы! Как вы прекрасны! У вас золотые волосы и розовая пачка и цветок в волосах! Дай я тебя поцелую в лоб, Бланко! Давай дружить! Будем выступать вместе! Я буду танцевать на твоей спине и прыгать в огненный круг, и крутить хула-хоп, и жонглировать! У меня в кармане всегда есть для тебя сахар! Не волнуйся! Слушайся Риту во всем! Она теперь твоя хозяйка! Сегодня вечером ты впервые, Бланко, выйдешь на арену! А дети там будут? А как же! Полно! Целый цирк детей! Вот здорово! Так я и зажил в цирке! Я научился кланяться, стоять на одном колене, притворяться мертвым! Свои танцы я придумывал сам! Дети хлопали мне изо всех сил, и ни один цирковой номер не проходил без успеха! Я был счастлив, как никогда в жизни! И вот однажды... Я, как всегда, выбежал на арену с Ритой на спине, и вдруг увидел в первом ряду полковника вместе с женой и детьми! Если б не он, я сейчас бы не работал в цирке, и дети меня бы не знали! Я не был бы лучшей цирковой лошадью! И... Надо его отблагодарить! Смотрите! Посмотрите! Смотрите! Смотрите, белые Бланка! Смотрите, белые! Вот это да! Что такое? Что такое? Что такое? Бланка взял бумажный цветок из моей прически и, кивая головой и кланяясь, подошел к полковнику. Ой! Он положил цветок полковнику на колени и кланялся. Ой! 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 А полковник почему-то нахмурился и отвернулся. А-а-а! Вот оно что! Он вытирает слезы! Ох! 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 Вот такая удивительная история приключилась с конем Бланка. А теперь можно рассказать другую сказку про Балашонка. Балашонка Балашонок проживал вместе со своими папой и мамой в шерсти прекрасной большой собаки. Родители показали Балашонку, где можно свободно прыгать и гулять, а где опасно, потому что собака лапой или зубами поймает его. Мой папа развесил повсюду маленькие объявления и дорожные знаки. Например. Да, шея, проход свободен, живот посторонним вход воспрещен. Осторожно, ухо. Внимание, хвост. Проход закрыт. Как страшно. Хе-хе-хе. А я ничего не боюсь. Однажды, несмотря на запреты, он взял да и прыгнул на собачий хвост. Пес тут же обернулся, посмотрел на Балашонка огромными глазами и сказал. Аф! А я тебя не боюсь. Балашонок подпрыгнул вверх. Он опустился на садовую скамью, там прогуливалась улитка. Ага, вот ты завтрак пожаловал. А я тебя не боюсь. Тут Балашонок прыг на ветку яблони. Все яблоки как закричат хором. Птички, 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 сюда! А я их не боюсь. И Балашонок прыгнул на крышу дома. Пламя, пламя, сюда! Уголек не сгорел! Закричала труба. А я его тоже не боюсь. И Балашонок прыгнул на колокольню. Колокольня строго посмотрела на Балашонка. Что я вижу? Балашонок не слушается родителей. А я вот сейчас зазвоню в самый большой колокол. Самый большой колокол проснулся и давай звонить. А я вас не боюсь. И Балашонок прыгнул на самую верхушку. Эйфелевой башни. Ах, какой вид! А ноги у меня гудят. Ну, прям гудят. Ой, кто это меня щекочет? Вот щеку? Тогда узнаю, что такое Эйфелева башня. А я тебя не боюсь. И Балашонок прыг на большое облако, проплывающее мимо. Эй, ты, козявка. Сейчас я превращусь в дождь, и ты утонешь. Сейчас пошлю молнию и гром. А я вас не боюсь. Тут Балашонок прыгнул на солнце. Ух ты! Очень рада познакомиться с вами. Месье Балашонок, отдохните немного у нас. Сказало солнце. Вы очень вежливый, но ужасно горячи мне. Ай, ой, вы, ай, слишком печете ноги. Ай, 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 ой. Да как покатиться вниз по лучу. А луч опускался до самой земли. И представьте себе, Балашонок катился, 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 да и упал прямо на родную собаку в руки своим родителям. А они, бедные, искали его с той самой минуты, как он пропал. Где ты был, бездельник? Где ты пропадал, сынок? Сперва я попал на хвост. С хвоста на скамейку, со скамейки на яблоню, с яблоней на крышу, с крыши на колокольню, с колокольни на эйфели в башню, с башни на облако, с облако на солнце. Так, врунишка. Посмотри, посмотри, у него башмаки в солнечной пыли. Вечером, когда все улегли спать, Балашонок услыхал, как отец говорил матери. Все-таки я горжусь им. Наждишься? Да, он действительно ничего не боится. А я, я и сам не знаю, ничего я не боюсь или я всего боюсь. И поскольку Балашонок заснул, так и не найдя ответа, то я прошу вас самих ответить на этот вопрос. Балашонок Теперь мне хочется узнать, ребята, понравились ли вам сказки Клода Авелина? Кто из сказочных персонажей понравился больше и почему? Ждем писем по адресу 113-326, Москва, радиостанция «Смена», передачи для маленьких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok